вот так вот что я вам скажу мне же тут я недавно участвовал в таком удивительном событии вместе с Олей Чикин и знакомых вам людей а кроме нас там было еще еще три человека вот не пятеро из России и вместе с американскими музыкантами мы пели песни Высоцкого и Делано это было совершенно замечательное мероприятие и я вас готовлю сейчас тому что я буду петь песню Высоцкого мне нравится песню Высоцкого но я вот такой такой у меня был вызов получился что они там выбирали по моим песню но свои песни они не только что сильно разрешили петь там каждому по одной песне можно было спеть у тех кого они были вот и а так мы пели Высоцкого и вот я значит стал думать как это вообще печь Высоцкого это в общем ответственно и очень легко сделать это неправильно как многие делают то есть ну как бы надо соревноваться с ним там статью там или не знаю что голос там люди вот у меня такой же голос я тоже так же могу как бы но это глупо вот но я а я полюбил Владимир Семеновича песни еще когда он был жив и при этом когда я сам ничего не писал но сейчас я могу посмотреть и увидеть как кроме того то есть кроме любви к этой песне у меня я вижу как это сделано и чем это прекрасно сразу хочу сказать замечательно сделано вот и просто как это и удовольствие какая-то я просто даже даже для поющий поэт поэтому для даже для речевого аппарата это просто удовольствие я понимаю какие выборы он делал иногда и там была интересная такая вещь я вам сразу тут расскажу просто как бы как дарина надо было сначала спеть а потом уже сравнивать с вашим так я немножко вас программируем восприятие ничего я вот подумал то есть я сейчас я могу понять у меня есть как бы внутри меня искать понимаешь чтобы хорошая песня и понимаю что конечно песню высоску о которых мы вновь думаем все это очень хорошие песни у этих очень хороших песенах есть вообще у всех хороших песен есть одно качество они просто хорошие песни они как бы у них есть над личностное качество которое не для тебя это хорошая песня нет не для тебя вот если эта песня которая кто бы не сочинил это было бы была бы хорошая песни. Понимаете, о чем я говорю? То есть, кто бы ее ни сочинял, это хорошая песня, неважно, какая там стоит подпись, у нее есть качество этой хорошей песни. И я могу видеть это качество и уже отделить его от личности, от биографии человека, от его судьбы, от его заморочек, от его популярности, от его женщин, от его вот этого всего, как бы, в чем он жил и что проявлялось в его подаче, как бы, там, гены его, а просто песни. Как бы ее спел вот этот человек. И вот как я, так же, значит, себя. И я стал, думаю, ну, как вот, вот я смотрю, вот Высоцкий, вот он выходит, вот такая классическая, он в профиль стоит, у него ремень, он так. То есть, такой, он острый такой. А когда он, теперь вспомните его в кино, это я вам мыслями с вами делюсь, с вами делюсь, когда, значит, в кино. Он такой, такой пацан, он такой, он гимнаст, смотри, там, интервенцию, он там прыгает, в этом самом, Жеглов. Это такой, он, он спортивный, ну, мужчина такой, как бы, не стесняется, что он живет. Вот он, он, и в нем в этом есть, это, и в этом есть такое, то, что называется ролл. Это не рок. Рок, это есть такое немножко, это есть такая коннотация смысла, что рок, это немножко такое качание вот в этой, понимаете, плоскости. А ролл в этой плоскости. Когда ты качаешься в этой плоскости, у тебя нет точки, где-то это такая бесконечность, это нет. А здесь есть, ну, все время есть какая-то точка, где-то остановился. Назад, туда, сюда, туда, сюда. А у него вот есть вот этот ролл, есть свинг. Я подумал, что надо просто добавить к его песню вот этого свинга, которая в нем самом есть, когда он двигается. И прикольно, что там был парень, он был из Техаса, он довольно знаменитый парень, зовут его Ян Мур, блюзовый парень, ну, группа. И он пел свои переводы Высоцкого. И он пел песню He didn't come back from the battle. Он не вернулся из боя. Это было такое просто, не кейв такой просто, это было супер просто что-то. И это было так естественно. И он пел очень здорово. И мы с ним говорили, что да, он тоже услышал. Вообще эти американские музыканты так вот, ну, несмотря на то, что я на камеру это все говорю, хочу сказать вам, ребятам, что они очень чуткие люди. И иногда они играли, просто великолепный был оркестр, и они играли, я сидел на этой службе, слушал, думал, а Владимир Семенович-то не хреновый композитор, думал я. Ну, так они это здорово делали. Ну, я вам сейчас, а сейчас я вам спою песню. Я пел там 4 песни Высоцкого, спою какую-нибудь одну. Вот, не могу, давайте решим. Чужая колея или о поэтах и кликушах. Вот такая. Давайте я спою. Давай я не пел Чужую колею. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня... Продолжение следует... Услуги в общем корее нормальные Никто не стукнет, не притрёб, не жалуйся Желаешь двигаться вперёд, пожалуйста Отказа нет и дерьми В этой корее я живо себя убедил Не ради, не ради, не угоди Дали, держа колесо в колесе И дали тут, туда, куда все Вот кто-то реклсом свой, а ну пусти И начал спорить скорее по глупой степи Он спорит, чтоб запас дана, тепло рушит И полетели клапана и вкладыши Покорю жил он края И лишь из стола корея Вдруг его обрывается след Чудака тащит к век Чтоб не в окном саде мешать Теперь по чужой колее проезжать Вот и ко мне пришла, беда стартером заех И верю, что от них сдаю за них И надо выйти, подтолкнуто пройти Нет, на ус подъедет, у них будет и уйти Нет, напрасно жду подлоги я Чужая эта колья Распреваться бы глина и ржу Скорее этой самой чужой Тем, что я ее саму убью Я у задних надежду убью Выше меня холодный поток в косточки И я прошел суть Чуть вперед, подду косточки Гляжу, разнули край рычьи весенния Да вы здесь искали спасенья Я грязью из подшелблюю В чужую эту колью Вы за нее делай, как я Это значит, не надо за мной Колья эта только моя Выбирайте свою колью Колья эта иначе Колья эта иначе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому